Здравствуйте, дамы и господа! Меня зовут Александр Аксенов и сегодня я расскажу вам о 20 эффективных правилах для творческих личностей. В творчестве нет строжайших правил, которые неизбежно нужно соблюдать, но есть правила, изъятые из опыта, которые помогут вам творить эффективнее и развивать в себе сильную творческую личность. Первое правило. Неудачи – это ничто. Когда у вас что-то не получается, это вовсе не означает, что вы неудачник. Провал – это всего лишь то, что периодически случается. Вам нужно учиться на своих ошибках, а не сдаваться под их натиском. Творческие люди часто принимают свои неудачи близко к сердцу тогда, когда им не следует этого делать. Ошибки – это всего лишь часть обучения, роста и жизни в целом. Покажите мне человека, не знавшего неудач, и я покажу вам человека, который так никогда ничего и не сделал. А вы таким человеком быть не хотите, не позволяйте неудачам стать вашим вторым «я». Выходите за рамки инструкций. Одна из характеристик по-настоящему продуктивной творческой личности – способность выходить за рамки и раздвигать границы. Сделайте так, чтобы творчество давалось вам легко и развлекало вас. Если вы выполняете работу в два раза быстрее и заметно большей легкостью, чем какие-нибудь Вася или Петя, так почему бы вам не пойти еще дальше? Если вы не можете усовершенствовать идеи и сделать все лучше, то займитесь этим. Это не только подарит вам наслаждение от работы и дополнительные возможности для творчества, но и позволит другим людям оценить ваши усилия. А если они этого не сделают, то что вы потеряете? Да ничего! По сути, вы узнали больше о творчестве, чем узнали вы, работая в рамках необходимого рабочего минимума. Попробуйте новое. Стоит нам найти подходящее воплощение для своих идей, как мы тут же начинаем искать способы улучшить его. Но что, если бы мы мыслили по-настоящему творчески? Отпустите на волю своего воображения и попробуйте то, что вы никогда до сих пор не пробовали. То же относится и к вашей частной жизни. Если вы вылезете из своей уютной норы и выйдете в мир, ваше творчество потечет в совершенно новом для вас направлении. Знакомьтесь с новыми блюдами, другими культурами, новыми способами мыслить и действовать. Примите участие, к примеру, в поэтическом конкурсе. Сходите в музей с причудливыми скульптурами. Пообедайте на террасе в центре города, просто наблюдая за людьми. Вы удивитесь, насколько все это вдохновит вас. Учите других тому, чему научились сами. Лучший способ сохранить информацию в долгосрочных моментах – это обучить кого-то еще. Не тряситесь над своими откровениями и идеями. Делитесь, добыча с другими. Вы думаете, что поделившись с кем-то, вы сами останетесь с чем-то. Но это не так. Чем больше вы раздаете, тем больше вы имеете. Так что начинайте делиться. Пусть работа станет игрой. Если работа приносит удовольствие, то это не работа. Но так ли это? Если повседневная рутина кажется приятным отпуском, то вы не перегорите на работе. Что бы вы ни делали, вы должны этим наслаждаться. Если вы не любите что-то, то не занимайтесь этим. Если что-то, с чем вам нужно побыстрее расправиться или просто потратить на это ваше время. Вы любите или ненавидите это? Выбор зависит от вас. Но будучи творческой личностью, чем больше вы ненавидите свою работу, тем менее творческой она будет. Отдохните. Несмотря на то, как сильно мы наслаждаемся своей работой, нам, тем не менее, нужно от нее периодически отдыхать. Возьмите отпуск, посвятите ничего не деланию выходные. Даже во время повседневной работы выходите из-за рабочего стола, чтобы пообедать и погрузиться в реальный мир. Ваш мозг – это не машина. Ему постоянно нужны перерывы, чтобы подсередить батарейки и вновь ощутить творческий импульс. Если вам скучно или вы чем-то недовольны, отдохните несколько минут, чтобы узнать, сможете ли восстановить свою радость к жизни. Работайте, даже когда не работают другие. Когда вы видите, как другие люди пинают балду, у вас возникает искушение заняться тем же самым. В конце концов, если другим это сходит с рук, то почему мне не должно зайти? Что ж, не должно. Не поддавайтесь этому искушению. Это вредно не только для вашего настроения и производительности. Это еще и изсушает ваш мозг. Делайте по максимуму и наслаждайтесь работой. Чем больше опыта вы получаете, особенно когда случают другие, тем лучше вы будете себя чувствовать. А помимо этого, люди, на которых вы работаете, оценят ваш самоотверженный труд. Всегда что-нибудь изобретайте. Будучи творческой личностью, вы видите привычные вещи в ином свете. Вам нужно сделать так, чтобы творчество в вашей жизни было непрерывным. Не надо думать, что уходя с работы, вы даете творчеству отдых. Пусть каждый аспект вашей жизни будет творческим. Наслаждайтесь этим дома. Делайте творческую уборку. Подходите творчески к отношениям. Придумывайте творческие подарки. Не думайте, что вы творите только на работе. Если на работе вы пишете, в свободное время занимайтесь живописью. Если вы рисуете, начните шить. Если вы шьете, встаньте декоратором. Идея придет к вам. Чтобы быть по-настоящему творческим человеком, вам надо выйти за пределы зоны комфорта и найти новые способы самовыражения. Найдите вдохновение. Вам кажется, что вы лишились вдохновения? Вы обвиняете в этом свою компанию или, возможно, потребителя? Но они ни в чем не виноваты. Это вы отвечаете за собственное вдохновение. Делайте все, что можно, чтобы поддержать его. От отпусков и путешествий до прогулок по коридорам памяти и написания стихов. Вы сами знаете, что может вас вдохновить. Возможно, для вас стимулом являются деньги. Или хорошая еда, или свободное время. Поставьте перед собой цели и определите стимулы для их достижения. Только вам решать, будет у вас вдохновение или нет. Полюбите то, что вы делаете. Или не делайте этого вовсе. Это простой принцип, но именно о нем мы постоянно забываем. Мы освоили творческую профессию, потому что нам это нравится. Мы не стали бизнесменами или железнодорожными инженерами или пилотами. Нет. Мы выбрали творческую работу, поскольку любим творить. Не позволяйте этому остаться на обочине. Если вы вдруг поняли, что ненавидите то, чем занимаетесь, это отразится на вашей работе. Любовь заметит, что вы притворяетесь. Не важно, нужно ли вам пойти на какие-то перемены или в принципе сменить работу. Это зависит только от вас. Но чем бы вы ни занимались, любите это дело или забудьте о нем. Чтение то читайте их. Главное – это получать удовольствие от процесса, всецело проникать в текст и регулярно заниматься чтением. Действия – это главные поводы к успеху. Чтобы чему-то научиться, не нужно чего-то ждать. Просто делайте то, что нравится. Пусть даже это будет плохо получаться. В процессе работы вы научитесь всему, чему надо и выясните свои интересы. Если человек любит путешествовать, то он поймет это после нескольких поездок. Сидя дома, он никогда не узнает, что любит экскурсии, поездки и путешествия. Календарь – надежный помощник. Заведите календарь, то есть разделите все ваши творческие задачи и планы на мелкие дела. Разбешите их время выполнения по датам. Не каждый день отмечайте, сколько дел вы выполнили сегодня. Превратите это в забавную игру. Поверьте очень стимулирует мысль о том, что вечером у вас будет возможность отвести в кружок выполненную задачу и заниматься творчеством. Вы тогда станете чаще. Откажитесь от ненужного. Порой мы часто тратим время на ненужные, бесполезные и не приносящие радости дела. Постарайтесь отбросить все ненужное и освободить таким образом время для творчества. Лучше потратить немного больше денег, чем собственных сил на ненужные дела. И тогда вы сможете заниматься творчеством с наслаждением еще больше и чаще. Давайте идем дозревать. Очевидно, что в наш безумный век все и всегда спешат заказчикам. Срочно нужны рекламные макеты, статьи, зарисовки, планы. Но если у вас есть хоть немного времени подумать, воспользуйтесь им. Очень часто творческой задумке нужно дозреть. Тогда она будет еще лучше, еще оригинальнее. По этой же причине старайтесь выбить себе более-менее реальные сроки на выполнение задачи. Если у вас есть несколько дней или хотя бы ночи, после которой вы должны приступить к реализации. Постарайтесь расслабиться. Нет лучшего способа освежить мозг, чем прогуляться, выспаться или принять расслабляющую ванну. Утро креативу. Самое продуктивное время это первые несколько часов после пробуждения. Воспользуйтесь этими часами, чтобы поработать над самыми важными заданиями. Преодолите свою ленивую натуру, которая хочет раскачаться в ночах с каких-нибудь незначительных заданий или мелких переделок. Это пустая растрата творческих сил. Свежий взгляд работает недолго, а быстро накопившаяся усталость не позволит вам создать ничего нового и оригинального. Поэтому лучшее время посвятите работе, требующей максимальной отдачи сил. Подготовьтесь к творческим кризисам. Творческий кризис это тяжелое время для каждого креативщика. Однако к нему можно подготовиться. Итак, первое, что нужно сделать, это наброски и наметки. В периоды творческого подъема так много разных идей, что человек не успевает их реализовать. В таком случае очень полезно записывать все полезные мысли в период творческого кризиса. ими можно воспользоваться. Открыв панку или блокнот, заведенный для этих целей. План В. Творческую работу невероятно трудно планировать, поэтому всегда создавайте план В. На тот случай, если мысль остановится, тогда вы просто сможете заняться другим делом, пусть даже надолго, не бросаясь от занятия к занятию, не терзаясь мысли, чтобы не такого полезного сделать. Смириться и расслабиться. Нужно научиться смиряться с творческими кризисами, прежде всего потому, что лишнее напряжение ничего вам не даст. Ничего не изменится от того, что вы будете метать степлером в стену, грызть ручку или называть себя бездарем, разве что доведете себя еще больше. Во-вторых, вы теряете время, которое можно было бы потратить на решение других задач, например, организационных, когда еще предоставится возможность и появится время, чтобы систематизировать контакты или навести порядок в папках и документах. Пишите не о том, что знаете, а о том, что нравится. Начинающий писатель всегда задается вопросом, о чем ему стоит писать. Обычно ему говорят «пиши о том, что хорошо знаешь». В результате часто получаются ужасные истории, в которых не происходит ничего интересного. Поэтому лучший совет не писать о чем знаешь, а писать о том, что нравится. Напишите такую историю, которая нравится лично вам. Мы занимаемся творчеством, поскольку нам это по душе. Лучший способ решить, чем заняться это подумать о том, чего бы вам хотелось достичь. Но это еще не сделано. И поэтому сделайте это. Создавайте картины, на которые вы сами хотели бы смотреть музыку, которую хотели бы слушать. Пишите книги, которые хотели бы прочитать. Мусор на входе, мусор на выходе. Ваша задача собирать лучшие идеи, лучший способ для этого читать. Читать, 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 еще раз читать. Газеты, прогнозы погоды, дорожные знаки или лица незнакомцев. Чем больше вы читаете, тем больше выбор того, что повлияет на вас. Выберите писателя, который вам действительно нравится. Найдите все его произведения, берите у него идеи и сохраняйте их на будущее. Носите с собой всюду записную книжку. Вы уже готовы? Начинайте делать. Это естественно. Есть одна особенность, которая свойственна прежде всего образованным людям. Она называется синдром самозванца. Согласно медицинскому описанию, это психологический феномен, при котором человек не способен адекватно принимать собственные успехи. Он чувствует себя обманщиком, который все делает наугад, а на самом деле даже не понимает, чем занимается. На этом у меня все. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и всем отличного настроения. субтитры Продолжение следует...